Далее коротко о некоторых происшествиях и мероприятиях в ведомстве. Полицейские Адыгей рассказали школьникам о мерах профилактики, экстремизма и терроризма. На мероприятие был приглашен сотрудник Центра по противодействию экстремизму МВД. До учащихся довели основные требования в сфере распространения противоправной информации. В Адыгей подведены итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». Сотрудниками Республиканского МВД всего задержано 14 подозреваемых, находившихся в розыске за совершение преступлений. Шесть лиц были задержаны на территории Майкопа и по два в Геогинском, Красногвардейском и Токтамукайском районах. В Красногвардейском районе полиция проводит проверку по факту ДТП с двумя большегрузами и пешеходом. К сожалению, женщина, попавшая под колеса, от травм сразу скончалась на месте. Согласно статистическим данным, ГИБДД Адыгеи за два месяца этого года зарегистрировано 16 дорожных аварий с участием пеших участников движения. В них 4 человека погибли и 12 пострадали. На главной странице официального сайта регионального МВД продолжает функционировать специализированный раздел «Адыгея без мошенничества». Перейдя в него, пользователи смогут узнать актуальную информацию о фактах мошенничества на территории республики, ознакомиться с основными схемами обмана и способами, как обезопасить себя от таких преступлений. Следственным подразделением полиции Майкопского района устанавливается личность женщины, похитившей оставленную в банкомате крупную сумму денег. Кража имела место летом 2018 года. Тогда, с целью обналичивания денег, потерпевший воспользовался банкоматом, расположенным по адресу Майкопский район, поселок Тульский, улица Первомайская, 220. После завершения операции мужчина не извлек из отсека выданные купюры, которые впоследствии были похищены неизвестным лицом. По данному факту сотрудниками полиции проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В совершении данного преступления подозревается женщина в возрасте 30-35 лет, ростом около 170 см среднего телосложения. На момент кражи она была одета в темные брюки и светлую футболку. Лиц, обладающих любой информацией о данном факте, просим обратиться по телефону 877-77-512-63-545-16 или 8961-819-63-71. В рамках операции сообщи, где торгуют смертью, полицейские Майкопа задержали 49-летнего ранее судимого жителя Краснодарского края. Подозреваемый планировал наладить сбыт двух видов синтетических наркотиков, но оперативники ОНК пресекли эти планы. Автомобиль, на котором мужчина передвигался, остановили в пригороде Майкопа. В салоне иномарки и при себе водитель хранил свертки с наркотическими веществами, мефедроном и солью, общей массой более 5 граммов. Оперативниками установлено, что мужчина в дальнейшем планировал их реализовать бесконтактным способом с использованием сети интернет и накануне успел сделать несколько тайниковых закладок. По данному факту, следственным подразделениям полиции Майкопа возбуждено уголовное дело, фигурант водворен в изолятор. И в продолжении темы, практически днем позже, оперативниками по контролю за оборотом наркотиков полиции Майкопа задержали еще одного наркозбытчика, который планировал реализовать героин. Ранее к стражам правопорядка поступила информация, что мужчина планирует наладить сбыт наркотиков в республиканском центре. При проверке эти сведения нашли подтверждение и вскоре были проведены мероприятия. Сыщики задержали подозреваемого в одном из микрорайонов Майкопа. При себе он хранил 10 свертков, в которых, согласно экспертному заключению, находился героин. Выяснилось, что Майкопчанин планировал реализовать наркотик бесконтактным способом с использованием сети интернет. В ходе дальнейшей работы установлено, что накануне задержания злоумышленник успел осуществить несколько закладок в подъездах многоэтажных домов, которые также были изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас оперативниками ОНК продолжаются мероприятия, направленные на выявление всех возможных эпизодов противоправной деятельности задержанного. Продолжение следует...